Здравствуйте, уважаемые зрители! В заключительном в этом году видео хочу объединить две популярные на моем канале серии о светодиодной матрице 16 на 16 адресных светодиодах и о микроконтроллерах семейства ATTIN. В этом видео мы будем выводить различные эффекты на светодиодную матрицу с помощью микроконтроллера ATTIN85. А непосредственное переключение эффектов мы сможем производить с помощью инкрементального энкодера ESI-11. Видео о работе с которым тоже было у меня на канале. Все ссылки на другие ролики, о которых я буду упоминать в этом видео, и код скетча будут в описании под видео. Цель видео показать, что возможности ATTIN85 вполне хватает для работы со светодиодной матрицей, не обязательно использовать Arduino или еще более продвинутые платы или микроконтроллеры. Но вначале по традиции начнем разбор схемы на Arduino Uno. Светодиодную матрицу я запитаю отдельно от регулируемого блока питания, у которого выставлено напряжение в 5 вольт и ограничение потока в 2 ампер. Так как ток потребления светодиодной матрицей может быть достаточно большим, то ее всегда нужно запитывать отдельно, а не через плату с микроконтроллером. Впрочем, величину потребляемого тока вы сами увидите на дисплее и блока питания. Пин для передачи цифрового сигнала на светодиодную матрицу я через провод с уже припаянным резистором на 220 Ом подключаю к 9-му пину Arduino Uno. Устанавливаю на плате энкодер и крайние его пины GND и 5 вольт подключаю к минусу и плюсу макетной платы соответственно. Пин S1 соединяю со вторым пином Arduino Uno, пин S2 с шестым пином, пин K, отвечающий за нажатие кнопки, с третьим пином Arduino Uno. Перейдем к скетчу. Про установку библиотеки FastLED я уже рассказывал в прошлых видео, не буду повторяться. Откроем самый простейший пример библиотеки FastLED, все значение которого помигать одним светодиодом. Увеличим число светодиодов до 256, у нас же матрица 16х16. В инструментах выберем плату ATINI85 и попробуем вначале проверить, поместится ли данный скетч в плату. Для этого вместо загрузки скетча нажимаем кнопку проверить. Происходит компиляция скетча и выдается ошибка. Если посмотреть текст ошибки, то видно, что нам не хватило оперативной памяти. Это та, которая у нас SRAM. И которой на ATINI85 всего 512 байт. Если в скетче мы уменьшим число задействованных светодиодов матрицы в два раза до 128, то скомпилировав скетч, видим, что объем задействованной оперативной памяти уменьшился. И скетч уже помещается в мозгах ATINI85. Это происходит из-за того, что для работы с каждым светодиодом в памяти выделяется 3 байта для задания его цвета. Таким образом, для светодиодной матрицы 16 на 16 адресных светодиодов минимум нужно 256 умножить на 3. Итого 768 байт оперативной памяти. Но решение есть. Нужно заменить библиотеку FastLED на библиотеку MicroLED. От нашего уважаемого и, думаю, большинству моих зрителей знакомого Алекса Гайвера. Качать библиотеку можно у него на сайте. Я оставлю ссылку в описании. Важной особенностью библиотеки является то, что можно изменить глубину цвета Color Depths. Да, эффекты будут не настолько яркие и насыщенные, но чем-то приходится жертвовать. Если мы хотим использовать малыша ATINI85. То есть по умолчанию Color Depths у нас равно 3, что соответствует 24-битному представлению цвета. Ну и занимает в памяти 3 байта. Если Color Depths равно 2, то у нас 16-битное представление цвета. И мы тратим 2 байта на каждый адресный светодиод. Этот вариант нас все равно не устраивает, так как 256 на 2 получается 512 байт. А еще нужно место в памяти и под другие переменные. А вот если установить значение Color Depths равно 1, то каждый цвет у нас будет записан с помощью 8-бит. И в случае с матрицей 16 на 16 мы займем место в памяти 256 байт. Что как раз устраивает при использовании ATINI85. Скачиваем библиотеку сайта и добавляем ее в Arduino IDE. Переходим в примеры библиотеки. Тут их достаточно много. Открываем самые первые примеры Basic Effects. Изменим пин, к которому у нас подключена светодиодная матрица на 9. И число светодиодов в матрице на 256. Color Depths пока мы работаем на Arduino оставим равным 3. Загружаем скетч в Arduino. Подключаем питание. И видим как на матрицу выводится эффектная игра разноцветных пикселей. В функции Loop Sketch'а закомментировано еще 3 эффекта. Предполагается, что мы будем последовательно раскомментировать и смотреть каждый. Но не зря же мы подключили к схеме энкодер. Из видео, где мы управляли различными эффектами матрицы с помощью энкодера, добавим код, в котором содержится обработка поворота ручки энкодера и нажатие на его кнопку. Все это срабатывает по установленным прерываниям. И между эффектами мы будем переходить по нажатию на кнопку энкодера. Еще изменим значение Color Depths с трех на единицу. Заодно и посмотрим, как выглядят эффекты в 8-битном представлении каждого цвета. Загружаем скетч в Arduino. Сразу отмечаем, что несмотря на то, что мы добавили много переменных для работы с энкодером, объем, задействованный оперативной памяти, после изменения значения Color Depths с трех на единицы, существенно уменьшился. Нажимаем на кнопку энкодера и переходим от первого эффекта к четвертому. И так по кругу. Теперь подготовим данный скетч для ATT-85. Изменим номера пинов, к которым мы подключали энкодер. Его пин S1 подключим к пятому пину ATT-Tini. Пин S2 к шестому пину ATT-Tini. И пин, отвечающий за нажатие кнопки K, к седьмому пину ATT-Tini-85. Светодиодную матрицу подключим ко второму пину ATT-Tini. Так как у ATT-Tini всего одно аппаратное прерывание, и расположенное оно на седьмом пину, то в функции ATT-Interrupt нолик мы отдаем нажатию на кнопку. В первом аргументе данной функции указывается не номер пина, на котором работает прерывание, а номер прерывания. INT 0, то есть 0. В этом скетче вращение регулятора энкодера у меня задействовано не будет, но соответствующий код в скетче и подключение к микроконтроллеру пусть остается. Пригодятся в следующих проектах. Загружаем скетч в ATT-Tini-85. Загрузка прошла успешно. Теперь вынимаем ATT-Tini-85 из программатора и устанавливаем его на макетную плату. Подаем питание и видим, как включается первый из эффектов. Нажимаем на кнопку энкодера, переходим ко второму эффекту, далее к третьему, к четвертому и так далее по кругу. В новом году еще поиграемся со связкой ATT-Tini-85 и светодиодная матрица. Будем выводить разные интересные эффекты, текст. Также в следующем году будут видео о других AVR микроконтроллерах, таких как самый маленький представитель данного семейства ATT-Tini-10 и, наверное, третий по популярности в семействе ATT-Tini, микроконтроллер ATT-Tini-2313. Кроме того, будут видео о ESP-8266 и ESP-32 и проектов умного дома на их основе. В заключении хочу поблагодарить всех зрителей и подписчиков моего канала за лайки и комментарии. Очень приятно, что многим нравятся мои видео и ваша поддержка мотивирует меня творить дальше. Поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Пусть Новый Год будет чуть светлее и радостнее, чем этот. И те ваши планы, которые откладывались в этом году, обязательно бы осуществились следующим. До встречи в Новом Году! Субтитры создавал DimaTorzok